С дипломом и цветами, а главное счастливыми. Именно такими видят здесь выпускников. Юную пару в бронзе теперь можно встретить и на площади перед главным корпусом ДГТУ. Это эмблема ДГТУ, это мантии ДГТУ, чтобы это было узнаваемо и имело самые непосредственные адресы. Авторский коллектив во главе Сергея Малешни должен был представить работу еще в мае, но пандемия отсрочила празднование 90-летия ДГТУ на 4 месяца. Сегодня это многопрофильный ВУЗ, в составе которого 24 факультета, 134 кафедры и 5 филиалов и масса выдающихся выпускников. Я страна Юлия Санкт-Петербурга. Пусть он будет здоров. Городство российского труда. Легендарный директор Росфильмаша. Почетный гердонер Росфильмаши. Борис-гердонер Плюсы. Директор легендарного разговора Росфильмаши. Еще одно торжественное открытие уже на территории студгородка. Новое общежитие квартирного типа на тысячу человек. Это круглое 23-этажное здание с 8-этажным социальным блоком начали строить 6 лет назад. Корпуса соединены стеклянной галереей. На торжество прилетел замминистра науки и высшего образования России. И подчеркнул, условия жизни студентов сегодня очень важны. Синергия этих составляющих позволила сложиться той уникальной научно-образовательной площадки не только на юге России, но и на всем постсоветском пространстве, какой сегодня является ДГТУ и пользуется заслуженным уважением в научном сообществе и образовательной сфере нашей страны и зарубежья. Вспоминая свое студенческое время, Василий Голубев отметил, общежитие такого уровня было настоящей мечтой. Студенты, студентки, друзья, вы нужны Ростовской области, вы нужны экономике, социальной сфере, любому направлению жизни. Вы целеустремленны, вы хотите менять мир, давайте это делать. 20 сентября мы завершаем экспертизу двух общежитий. Еще больше, чем это, будет стоять место старого аварийного общежития, и который охватит и будет там до 40 тысяч квадратных метров, и 2000 студентов там будут проживать. Опять и ваша поддержка, ваша любит, которую мы имеем, и благодарю вас за это. Почетные гости перерезали ленту и отправились в общежитие на экскурсию. На первом этаже блок сервисно-бытового обслуживания. На остальных трехместные жилые комнаты с кухней, санузлом и коридором общей площадью 31 квадратный метр. Для каждого отдельный столик, для каждого отдельный шкаф, для каждого отдельная книжная полка, холодильник, СВЧ, печь. Во втором корпусе несколько зон. Центр дополнительного образования детей и педагогов, дом научной коллаборации имени Попова, детский центр «Сириус», медцентр и столовая на 150 мест, где гости не отказались отобедать. С введением нового общежития в студенческом городке ДГТУ будет больше 6 тысяч студентов. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Ростов-на-Дону.